25 октября елена здравствуйте юлия очень благодарна за вашу работу всем вас рекомендую пересмотрел все ваши видео жду не дождусь новые выпуски отдельное спасибо вашему мужу за работу и поддержку ведь без поддержки близких все было бы гораздо тяжелее ты хал тебе привет от елены ой так приятно вообще здорово а то иногда люди пишут же имен видимо не знают нашего вот моего здорово женька тебе привет спасибо елена у меня есть племянница шестилетние беспокоит ее излишняя ранимость если кто-то в окружении смеется она часто воспринимает что это смех над ней вот о чем я и говорил да например у меня было несколько детских заколок я дала ей возможность выбрать себе в подарок одну она выбрала голубой мухомор я полубалась выбору девочку это задело обидела и таких ситуаций много вспоминаю что будучи совсем маленькой когда она не говорила еще очень не любила когда кто-то смеялся как над ее выходками над ее выходками так и по другим поводам плакала как нам родственнику помочь ребенку не реагировать так остро как объяснить что может смеяться и над собой также и с родственниками ей сложно очень часто дети могут говорить я пойду играть с другой девочкой или что-то в этом роде племянница не может ответить расстраивается как быть как успокоить воспитатель в саду тоже говорят что лиза очень умная и ранимая девочка в семье отношения хорошие теплые заранее спасибо елена да неоднократно я говорила во первых не давать другу начнем всех детей и людей на земле можно разделить по на два типа вот прям вот так прямо рубануть прям вот так громко тогда один тип уверенный нахальный самоуверенный прет да не останавливается эти наши вот холерики а другие у нас ранимые впечатлительные эмоциональные им одного раза достаточно и они уже сдаются ну вот вот как ваша елизавета тоже вот с такими детьми надо аккуратнее если над этим можно поржать похихикать похохакать и и но общественные в общем дети им без разницы как с гуся вода вот все хоть об стену как говорят родители гороха он все равно свое лупит то здесь вот с этим над детьми уже поосторожнее поаккуратнее вот с этими детьми нельзя смеяться над их поступками над их выборами над их словами так далее она ведь у вас по-прежнему пробует пробует проявить себя пробовать высказаться что-то сделать да вот выбрала то есть вы им не читаете лекции однозначно таким детям вы не говорите да не стесняйся да не бойся да мы смеялись не над тобой мы над этим траток бесполезно что-либо этим детям говорить им только нужно доказывать делом чтобы она не сделала забавно и смешно вы должны себя взять в руки и сделать серьезное лицо искать какой красивый мухомор просто обалденный ты сама это выбрала ты сама это сделала сурс я точно такой же хочу вот таким образом только так вы вольете в них уверенность если ребенок ваш будут в такой вот уверенности расти вот такой поддержки нужны все поддержка другим словам не скажу такой вот поддержки эмоциональной то она у вас вырастет более-менее я не скажу что она прям перевалит вот в эту сторону людей но более-менее у нее уверенность под появится даже если ее где-то в социуме потом она там в школе в музыкальной школе там в колледж пошла в институт и и где-то что-то обидит она сделает вывод по тем людям и будет их сторониться но во всяком случае нужно чтобы она уверенность чувствовала в доме в семье чтобы вот сюда приходя она здесь расслаблялась а не пол того напряжения которым вот в обществе испытывать к сожалению наверное такой останется на всю жизнь ну вот в семье нужно дать понять что чтобы она не сделала чтобы она не выбрала чтобы она не сказала чтобы она не нарисовала не спела не станцевала вам это всегда понравится вы ее поддержите чтобы здесь хотя бы вот ствол такой уверенности стержни уверенности был в этой девочке из семьи вот а так наверно кто-то из родителей такой же обычно как-то дети по образу подобия может мама такая же скромная тихая застенчивая эмоционально обидчивая стеснительная может быть папа может быть в процессе как-то вот раз не получилось два не получилось ли раз что-то высказал нарисовал его обсмеяли мы это думаем что мы смеемся над ситуацией а дети не понимают как смеяться над собой на ситуации они все принимают на себя не ну что это насмешка поэтому вот берегите лизу берегите и с таким ребенком прежде чем что-то сказать нужно 50 раз подумать чтобы не обидеть не задеть эту тираниму такую вот воздушную натуру до есть такие дети будьте внимательнее подбирайте слова выбирайте ситуации выбирайте как подойти как сказать в общем не рубить из плеча будьте аккуратнее с таким вот психотипом ранимым и почитать про ранимся психотип если интересно можно почитать тоже поискать это была елена 25 октября спасибо за тоже поддержку нам очень приятно вот так шелестку поддерживать